Начало июля традиционно принесет жителям нашей страны повышение квартплаты. Подорожают электричество, горячая вода, отопление. Что думают горожане об уровне платежей за жилищно-коммунальные услуги, а также чем эксперты объясняют их постоянное подорожание, выясняла наша съемочная группа. С 1 июля в Тверской области снова подорожает электричество. Согласно приказу РЭК, одноставочный тариф теперь будет равняться 4 рублям 32 копейкам за киловатт-час, против 4,27. Плата за отопление составит 1866 рублей 60 копеек за гигакалорию, в то время как было 1804 с небольшим. Ровно на такие же показатели вырастет стоимость и подогрева воды. Людей, естественно, это, мягко говоря, не устраивает, так как у них и без того значительная часть зарплаты или пенсии уходит на оплату услуг ЖКХ. Насколько много у вас денег из бюджета уходит на оплату ЖКХ? Думаю, что достаточно, особенно с пенсией. Я в библиотеке работаю, у меня не очень большая зарплата. Ну, наверное, ну или треть, или четверть, вот так вот. Я недоволен тем, что, как вам сказать, платим одно, а услуги оказываются на низшем уровне. Пенсионерка, инвалид второй группы, живу, проживаю одна, сын мне не может помогать, потому что у него большая семья, наверное, для меня это будет ощутимо. Я в деревне, у нас, у нас твой дом. У меня пенсия, например, 7900. Если мне за квартиру платить, мне не на что будет жить. Одна из проблем как нашего региона, так и всей страны в целом, говорят эксперты, монополизм поставщиков услуг. Здесь можно, если не решить вопрос полностью, то хотя бы найти компромисс. Сейчас очень серьезно обсуждается вопрос, что, допустим, холодная вода, подача холодной воды, это сущие копейки. И этими деньгами невозможно не обеспечить нормальную функционирование подачи холодной воды. Но, с другой стороны, значительно завершена подача горячей воды. Тогда давайте это тоже пересмотрим в обратную сторону. Поэтому демонополизация может быть серьезным подспорьем. Еще одним шагом на этом направлении могла бы стать прогрессивная шкала платежей. Сейчас она одинаковая вне зависимости от доходов. А можно сделать так, чтобы богатым свет, газ и прочие услуги обходились бы дороже. Тем более, что по статистике из полутора триллионов рублей задолженности за ЖКХ значительная часть приходится именно на обеспеченные семьи. Они просто забывают заплатить квартплату, поскольку она, по их мнению, все равно копеечная.